Нина Александровна, вот большая часть пресс-конференции Владимира Владимировича Путина была посвящена, естественно, подведению итогов, потому что Новый год на носу, но почему-то, на мой взгляд, непропорционально большое внимание было уделено Советскому Союзу и фигуре Владимира Ильича Ленина, который был назван не государственным деятелем, а революционером, хотя, наверное, все помнят, сейчас вот что ни возьми, отмечаем 100-летний юбилей. Все практически было заложено тогда. Вот на ваш взгляд, как вы оцениваете в этой части пресс-конференции Владимира Владимировича? И почему такое большое внимание было уделено? Ведь вроде бы, казалось бы, прошло 30 лет, там уже новая, как они говорят, Россия выстроилась, но постоянно к этой теме возвращаются. Ну, во-первых, не просто большая, а большая часть пресс-конференции была посвящена оценке событий исторических, при этом такое воинствующее невежество и историческая неграмотность была проявлена президентом, что это резало слух. Что касается подведения итогов, мне кажется, что вот самих-то итогов и не прозвучало, а не о чем говорить. Не о чем говорить, поскольку если, как отчитал в Совете Федерации Орешкин, прирост экономики 1,1%, то, простите, стабильным остаются только низкие заработные платы, низкий потребительский спрос, низкая пенсия, разваленное здравоохранение, все это стабильно. Поэтому, что касается вот такого большого исторического экскурса, ну, давайте вспомним, следующий год, это год 150 лет Владимировича Ленина. Понятно, что внимание всей мировой общественности будет привлечено и к фигуре Ленина, и к нашей стране. В преддверии этих событий, вот мы уже знаем, будем отмечать широко, на 100 лет Октябрьской революции приехали представители 132 коммунистических и рабочих партий. Я полагаю, что мы ждем сегодня, вернее, в апреле 150 делегаций изо всех стран мира. Понятно, что все будут сравнивать Россию ленинскую и Россию современную. И вот здесь, простите, что называется, обложились. Поэтому, я так полагаю, что вот желание испачкает нашу историю, желание и стремление, которое испытывает президент, и усиленно насаждает и среди, так сказать, своих, членов своего правительства. Недавняя пресс-конференция Дмитриевич Медведев, когда он по молодежи обратился, вы хотите жить в Советском Союзе? Вы не смогли бы там жить? Смогли бы и хотят. Хотят, хочет молодежь сегодня этого. 70% положительно оценивают советский период. Это же надо так испортить настоящее, чтобы люди, мечтая о будущем, хотели бы вернуть прошлое. Поэтому сегодня, конечно, к фигуре Владимира Ильича приковано внимание всех. Но мне очень хочется пожелать нашему президенту внимательно изучить историю, чтобы впредь вот это воинствующее невежество не экстраполировать на, так сказать, всю ту аудиторию, которая смотрела его пресс-конференцию. Я признаюсь, что эту пресс-конференцию я читала со страниц российской газеты, ибо вот смотреть и слушать вот это вот шоу, это уже себя не уважать, мне так думается. Так что даже в глубокой деревне, мне кажется, бабушки давно уже понимают, что эти постановочные мероприятия, но они вызывают только сожаление. И мне кажется, что сам президент потерял на этой пресс-конференции, хотя постарались там в целом пририсовать его, что рейтинг его там 64% после пресс-конференции возрос до 71%. А говорят уже наоборот, по последним данным действительно еще опустился. Вот такое я тоже читал. Какую задачу поставят, столько процентов и нарисуют. На самом деле, если сегодня поехать в глубинку и спросить, как вы относитесь к Владимиру Владимировичу, то мне кажется, что мы берем какую-нибудь сотую долю процента, ибо люди оценивают деятельность власти по качеству жизни, с чем они сталкиваются каждый день. Поэтому, мне кажется, вот отвечая на ваш вопрос, две причины. Первая, еще раз, это 150-летний юбилей. Второе, власти больше не о чем говорить, ибо успехов и реальных достижений нет. И третье, ну, пресс-конференция все-таки показала, что современная российская власть, к сожалению, не отвечает вызову времени и поэтому бросает камни в наше историческое прошлое.